Здравствуйте, мои маленькие любители фотографии, и в сегодняшнем видео я больно вас расстрою, сказав, что вы являетесь жертвами маркетинга, и вот почему. Старье Canon 5D Mark II снимает как унылое говно, современные флагманы снимает в миллион раз лучше. Давайте же разберемся, что такое миллионы эти раз лучше, и стоит ли платить за эти возможности миллионы денег. Да, недалек уже тот час, когда хорошая какая-нибудь тушка стоит как машина, я сейчас заходил в фотомагазин и я видел камеры стоимостью от Nikon, того же самого Z какая-то, в районе полумиллиона рублей, добавим туда еще хороший объектив за 1200-250, и мы уже приближаемся к неплохой такой автомобилю, ну может быть не новому, поддержанному, но тем не менее, если я захочу продать свой замечательный УАЗ, то мне придется еще добавлять денежку для того, чтобы купить себе не менее замечательный какой-нибудь свеженький Nikon. И самый главный вопрос, а зачем, да вот зачем, давайте разбираться зачем все это дело, надо и надо ли это вообще. Я нахожусь, точнее я пришел с пленочной фототехники, я снимал на очень простые фотокамеры, включая F2, смену 8М, и поэтому я знаю, как можно обходиться без этих всех вещей, я имею ввиду без супер мега крутого автофокуса, без видео 8К, без 150 мегапикселей, без двойного слота карты памяти, без Wi-Fi, Raya, раздай Wi-Fi, и чего там только еще может быть, а ну например, какой-нибудь там пиксель пиппинг, фокус шифтинг, не знаю, что еще придумать, я за техникой не слежу, извините меня. Вы можете написать в комментариях, какие там современные технологии появились, но знайте, что все эти современные технологии не более чем навязанные вам ненужные вещи. И вот почему. Смотрите, вот у меня в руках Olympus EPL-1, у ней находится объектив Jupiter 8-2 советский, у которого нет никакого автофокуса, там вообще ничего нет, это максимально простая коробка, то есть для меня эта камера, это такая своего рода смена 8М. И я, как человек опытный, который знает некоторые законы физики, некоторые законы оптика, мироздания и композиции, прекрасно могу выставить экспозицию, прекрасно могу навестись на резкость и сделать хорошую фотографию, потому что я знаю простые правила, которые за вас делает электроника. Ну, к примеру, очень банально. На этом объективе есть шкала, глубина резко изображаемого пространства. Если я поставлю на этом объективе диафрагму 5,6 и сопоставлю рисочки, а расстояние поставлю на 7 метров, то я считаю, у меня будет все резко от 20 метров и до 4. То есть я могу в данном случае вообще забыть про фокус, я могу сосредоточиться именно на съемке. А вы в этот момент, не зная об этом и кстати говоря на современных объективах отсутствует всякая шкала, вы будете думать о том, что мне надо еще больше мегапикселей, мне надо еще больше автофокуса, мне надо еще больше точек, мне нужно, потому что у меня бегают собачки, потому что у меня есть дети, потому что все это резко и ничего не успевает. Не надо. Не надо так делать. Но да, я понимаю, что современные фотокамеры, особенно из любительского сегмента, они урезают вот эти все функции, которые я как профессионал могу использовать, и заменяют их электроникой. Либо прячут их так глубоко, что говорят, мол, это вам не нужно, мы знаем как надо, мы знаем, что вам нужен электронный видоискатель, мы знаем, что вам нужен какой-нибудь там сенсорный дисплей, мы знаем, что вам нужен фокус трекинг по глазам, все потому, что вы не хотите снимать на диафрагме 5.6, вы хотите видеть боке и снимать на диафрагме 2. Прежде чем ролик продолжится, минутку внимания. Если вы новый зритель и вам нравится контент, то подписывайтесь на канал, таким образом вы поддержите его развитие. Прежде чем ролик продолжится, минутку внимания, друзья. Если вы не подписаны на канал и контент вам нравится, то подпишитесь на него, поставьте лайк, таким образом вы поддержите общее развитие. Если же вы уже подписаны на канал и он вам приносит реальную пользу, то подпишитесь на Boosty, помогите мне рублем, помогите отапливать это помещение, потому что уже наступила зима и очень хочется топить его не только тогда, когда ты приходишь, но и еще когда ты работаешь, да и вообще в принципе отапливать его постоянно. Поэтому ваша прямая поддержка позволит не только мне согреваться этой зимой, но и еще выпускать больше роликов, сосредотачиваться на том, что нравится всем нам на фотографии. Ну а теперь продолжаем кино. Окей, хорошо, вы хотите снимать на диафрагме 2. Давайте подумаем, что же у нас снимает большинство фотолюбителей. Ну, не знаю лично как вы, но для меня по-прежнему фотолюбитель это человек, который прежде всего снимает мир вокруг и самое главное родных и близких, то есть семью. И, ну я лично, когда я снимаю своих родных и близких, когда я снимаю друзей, вы знаете, последнее, что меня парит, это будет ли там диафрагма 2, 1,4, 1,7 или что-то такое. Меня парит такая вещь как, а интересно ли момент, а интересно ли свет, а вообще в принципе какое сейчас настроение плохое, хорошее ли. То есть меня интересует содержание, а не форма. Конечно, видеть размытую картинку – это прекрасно, не париться о том, что у вас объект перемещается вот так вот в кадре, как юла, это тоже прекрасно. Но это всего лишь навшего, друзья, желание компенсировать продвинутостью техники вашей же собственной слабости. Я, как человек опытный, как человек опытный, портретист, прекрасно знаю, что если я поставлю человека, если я ему скажу, вот, пожалуйста, не двигайся, да, ты вот находись вот здесь, стой, у меня контролируемые условия, и я могу, и все, что мне нужно сделать, это всего лишь навсего. Поднять камеру к глазу, нажал на кнопочку, оставил ее в положении зажатия, все, я знаю, что камера навелась на фокус, я знаю, что у меня будет такая-то глубина резко изображенного пространства, модель может немножечко перемещаться, она может быть немножечко ходить туда-сюда, и я знаю, что все будет резко. И все, что мне нужно – это нажимать на кнопку. Видите, как бы, ну, автофокус не работает. Вы же в большинстве случаев будете делать вот так. Конечно, при такой технике съемки, если особенно освещение плохое, автофокус будет лагать, автофокус будет ошибаться. То есть, и вы будете, опять же, винить во всем технику, и вы будете хотеть купить себе фототехнику с большим количеством этих самых фазовых датчиков, вы захотите себе двойную карту памяти, потому что, ну, а что, если вдруг она меня подведет? Сколько я себя помню, я фотографии уже больше 10 лет, я с 2004 года занимаюсь фотографией, блин, уже почти 20 лет. Охренеть. У меня ни разу не сдохла ни одна флеш-карта, ни разу, ни одна флеш-карта не сдохла. Все это я делаю, точнее, я просто придерживаюсь простых правил относительно этих флеш-карт. Не кладу все карты в одну корзину, не покупаю карты огромного объема, форматирую карты внутри фотоаппарата, сразу же делаю бэкап, как только у меня закончилась съемка. Все! Ну, ни разу у меня не было проблем с картой, но, да, вы можете, конечно, купить себе флагман с двумя картами памяти, потому что вы боитесь потерять всю съемку. А я сейчас вообще делаю все еще проще, я снимаю сразу через шнурок в компьютер, и у меня все сразу оказывается в компьютере, а в компьютере все оказывается в облаке. А в облаке у меня еще дублируется все двойным облаком. Ну, я не знаю, как потерять данные ребята. Поэтому это, опять же, ваш непрофессионализм. Поэтому в заключении скажу еще раз, если вы можете позволить себе купить такую хорошую камеру, как современный флагман за полмиллиона рублей, пожалуйста. Если вы думаете, что вы будете зарабатывать гораздо больше, купив такую камеру, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что ваши фотографии вдруг станут в миллион раз лучше, вы ошибаетесь. Я даже сказал бы, вы заблуждаетесь, глубоко заблуждаетесь. Вы просто находитесь на крючке у фотоиндустрии, и она вас с большим удовольствием дует, дует вашей бабушке. Ну, плохо это или нет, не скажу, это, конечно же, хорошо. Нужно, чтобы вы покупали новые камеры, нужно, чтобы вы покупали все новые цаски, потому что так действительно работает индустрия. И моя задача никоим образом не сказать, что ха-ха вы лох, что вы покупаете все самое новое и крутое. Нет. Игра с новым – это действительно хорошо. Просто я практик, друзья, я профессионал, и моя задача как можно меньше потратить на технику, потому что эта техника, она всегда сильно теряется в цене. За фотосессии, друзья, не будут платить вам больше. Больше платят только тогда, когда у вас появляется имя. А над именем нужно работать и работать, и никакая фототехника имя вам не заменит. Ну а у меня на этом все, любим вам, вашим близким. Георгий Романов с вами был, не воспринимайте все близко к сердцу, любите фотографию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok